Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришин. Вот свежее известие по делу Михаила Ефремова. Друзья Ефремова сомневаются в его адекватности, в адекватности адвоката. Всех шоке, одним словом, описывают реакцию друзья Ефремова на адвоката Альмана Пашаева. Я скажу так, на передаче со Скобеева я уже говорил об этом. Альман Пашаев мне очень понравился, он отвечал дельно. Скобеев пытался всячески увезти его там из себя и вытянуть какую-то информацию. Он отвечал дельно, но после того, как Соловьев вчера показал эту экспертизу, я могу сказать, что вот так быстро засуетились, быстрее, 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 быстрее все показать. После того, как, я считаю, Альман Пашаев у Скобеевой бравировал какими-то прямыми доказательствами, которые он предоставит в суде. Все надо было в суде делать, молчать и вообще на программу не приходить. Несмотря на то, что, еще раз скажу, он мне понравился, Альман Пашаев, как он вел себя, как он держался. Он очень корректен был, но тем не менее, вот эти его, да, я скажу, вот эти вот выступления, да, в СМИ, они, конечно, бывают неоднозначными, так скажем, в заявлении. Значит, Альман Пашаев, представитель интересов Ефремова в деле о смертельном ДТП, постоянно выступает с какими-то странными заявлениями, которые потом сам же опровергает, этим подмачивает репутацию Ефремова в первую очередь. Значит, его высказывание вызывает бурное обсуждение в сети. Значит, и все дело в том, что все задаются вопросом, ведет ли Пашаев какую-то, значит, совершенно непонятную для самого себя и для всех остальных линию защиты, или какая-то это у него целенаправленная стратегия, такая продуманная, выстроенная. Значит, приводят слова журналист-международник Максима Новиковского, друга Ефремова, который говорит, я читал, что он плохой адвокат, но в России адвокаты в принципе никакие. Я общаюсь с актерами театра «Современник», все в шоке тоже. Значит, актриса «Современник» и театр Мария Аниканова написала в Facebook у себя, ну вот такое впечатление, что у этого адвоката поток сознания, Миша мог и не говорить всего этого, как-то все странно. Юлия Аук также в Facebook огорченно отмечает, значит, самое страшное, что могло произойти, произошло, это потеря репутации и достоинства. Значит, я не могу понять, как близкие люди Миши и Ефремова могли нанять этого адвоката. Значит, сразу после аварии многие известные адвокаты пишут, отказались защищать Ефремова, почему актеры и его близкие остановились в выборной Альмане Пашаеве сейчас, можно только гадать. Значит, что я хочу сказать, действительно, многие люди, и вы в комментариях пишете, я вижу, гадают, что же такое в голове творится у Альмана Пашаева, действительно ли у него есть какие-то непровержимые доказательства, прямые доказательства невиновности Ефремова, потому что совершенно правильно некоторые люди пишут о том, что здоровый, здравый у меня человек не будет на программе, говорит, что у него есть прямые доказательства, понимая, что после этого явно будет представлено и сделано все для того, чтобы дискредитировать и Ефремова, и Пашаева, понимая, что это полностью противоречит той линии, которая есть тому общественному мнению, которое намеренно, я считаю, пытается сформировать вокруг Ефремова и так далее. Не знаю, не знаю, и только на суде я считаю, что мы это с вами узнаем, что действительно в голове у Альмана Пашаев, что за сенсацию он там приготовил. Но, вы знаете, пока на данный момент могу сказать, что Добровинский постоял, послушал, 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 послушал все у Скобеевой и выдал на следующий день, соответственно, эфир с Соловьевым, где была неожиданно вот эта вот показанная экспертиза. Поэтому с Добровинским вот так в открытую играть, я считаю, это заранее проиграть. Когда вот так ему он... Вы заметьте, передачи, посмотрите, Скобеевой, на моменте, когда Эльман Пашаев выступает, Добровинский стоит и, опустив глаза, слушает. Очень внимательно слушает. И он понимает, что нужно что-то делать, чтобы справиться с ситуацией, потому что общественное мнение формируется не в ту пользу. Поэтому, конечно, Эльман Пашаева, я думаю, не следовало все это заявлять, в случае, если у него действительно есть какие-то доказательства. С вами был Будда Гришна, ребят, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем пока, до встречи.